3 да быстрей вон високу-високу орел охотятся лесники дрона запустили голова дракона это охотничий груд и этот же охотничий груд снаружи вот он такая нычечка вот и сам чатердак зато как тут прохладно и классно что-то метки вход в холодную пещеру да ну вот как-то быстрее идем ну вот и вход в пещеру а дальше теплая ночь вернее уже выход у нас а там земля, солнышко и зеленые деревья так называются перья ну да посмотри как красиво там где отпало да видно да посвети туда перья вот такие ползешь, ползешь, ползешь по пещере а потом оказывается, что ты ползешь по такому огромному перу размером метров семьдесят длиной метра два шириной и буквально сантиметров два толщиной и начинаешь на дне пещеры делать и так М added так это как орган он работает, да? да в холодной пещере видно только оттуда откуда я свечу фонариком надо видимо ближе а вот где-то там вход в столах гниты холодная пехера а это нужно тут быть да и вон тебе куда я свечу на скальном лесу какая красота сейчас мы туда подойдем если не убьемся ого видишь куда я свечу ой 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 сюда смотрите что магнит ой ой холодная пехера а это нужно тут быть да и вон тебе куда я свечу на скальном лесу какая красота сейчас мы туда подойдем если не убьемся да о го видишь куда я свечу ой ой Это гуляш. Снимали советско-американский фильм какой-то и делали вот такую вот штуку. Снимали пещерных людей? Ну типа, ну какой-то эпизод в пещере. Я посмотрю какой фильм снимали. Он наверх левее. Вон этот олень. Наверх левее гавлю посмотри. Еще. А он левее? Я да, а он нет. Так всегда. Сталактиты и сталагмиты растут в сантиметр в сто лет. Примерная скорая. В сутки? В сто лет. Сантиметр в сто лет. У меня. Вот так это называется. Это. Это уже натеки. Это не сталагмиты, не сталактиты. Это чисто натечная форма. Как всегда идет пар. Это как называется? Сталагнаты. Сталактиты. Сталагмиты. Сталагмиты. При подходе к пещере сразу вообще такой другой мир. Там была зелена, солнышко. А здесь вот так вот. Холодок такой. Такие интересные деревья. Мох. И сразу такая прохлада. Вообще, наверное, градусов 10 разница. Вход в пещеру. Тысячеголовая. Сейчас возьму фонарики. Шлемы. Бенбаш Каба. Бенбаш это одна тысяча. Тысячеголовая. Вот. Вот такие дела. А мы нагулялись в пещере тысячеголовая. Она живая. Вот тут водичка есть. Капельки водички. Живая. Вот такой вот выход. Если я выключу фонарь, будет примерно вот так. У меня два фонаря. Не буду оба выключить. Но сейчас я покажу, как мы выходим. Где там выход? Он тут как в шахте. Практически ползком. Да, я знаю как в шахте, потому что я там была. Вот. Ну а тут не так страшно, как в шахте, потому что тут уже выход. И, в принципе, нормально. Можно пройти. Тут свежо. Не так, как там. И... Чисто. Красиво. И сразу такая духота. Ба-бах. И сразу все зелено. Сразу вообще другой мир. Вот такой мир. А это пещера. Ба-баш-каба. Тысячеголовая. Стала гнат. Стала гнать. А тут уже ступеньки в пещере. Надо же. А это что? Это колонна. Ну, или просто колонна. Натечная. Тоже по виде он усталовал, потому что... Это... Это... Время. Это... Это стола гната. А то стола гамита. Ну, ладно. Похоже на тортик в шоколадном. Да. Да. Соуси. Ну, это вообще как морлочек. Как это все необычно. А еще блестит. А на камере не видно. Вот это белое. 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 Просто белоснежное. Ну, людей они ничем любят. Человек прикасается. Ставляет свои среды. И он потом уже не белый. Вот так вот. Потом я торговать не буду. Ну, очень красиво. Ну, там мой в пещере тысячеголовый. Там вот какие-то интересные штучки. Пещера называется тысячеголовая. И, по-моему, я нашла почемную. Жаль на видео не видно, но... Такое чувство, что это все голые чьи-то. Вон какой-то там интересный человек. Или не человек. А еще на все живое с него капает. А еще на все живое с него капает. Такие тут цвета разные. Белые, желтые, красненькие, коричневые, серые. Зеленые. Там не зеленые. Жалко это всего не видно. Ух ты. Вы прям царь. Тысячеголовая пещера. Ну, вот. Тут можно насчитать тысячеголов. Серьезно. Я посмотрю, почему они так назвали, и напишу. Мне кажется, это именно из-за того, что я их вижу. Ну что, чем мне голова? Голова? Вот она, голова. Самые чайные резут вот туда. А, по-моему, это сам. А это наш пар. Потому что тут холодно. И тут пар. А на улице в это время плюс 30. Класс. Нет, не видно какой-то подъем. Ну, в общем, по такому подъему мы в прошлой пещере были. Тут очень скользко, поэтому я не пошла. Ну, тут очень красиво. Не передать на камеру. А потолок вообще как небо звездное. Не видно. Он блестит. Блестит из-за того, что тут влага и конденсация собираются капли. Там выход. Да? Ну, приятно. Да. Не знаю, мы чего его. Ну, типа как обращение, чисто с передом. Он меньше эхать сдаёт. Ну, из всех там, э-э-э-э, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот тут мы дошли ещё до одного интересного места. Называется оно Вычий грот. Опа. А там пустота-ааа. А тут кто-то костёр делал. Не мы. А вокруг всё так же зелено и красиво. Это тоже такая прохлада в нём внутри. Это жара везде. Там классно. А вот такая панорамка вокруг. Ааа, горы не видно, хотела показать, не видно. Вон она там, вон. Так. Класс. А тут даже растут цветочки. А сегодня нас ждет полнолуние. А где-то там наша база. Вон она. Вам туда еще идти чуть-чуть. А здесь... Олень. Вон там вдалеке. Вот эта гавка – это олень. Ты видишь где? Да, олененок. Это не олененок, это олень. И если вы послушаете вот это... Вот это олень. Причем он не косуля, а олень. Он не возьмет далеко. Я не знала, что олени гавкают. Они вот так... Олени такие, о май гад, там люди. Вот так. А еще тут были ямы от хрюшек. А с другой стороны у нас солнышко заходит. Такое. Шикарное, конечно, но на камере оно так не выглядит. Длинное. Полнолуние классно. Где-то здесь вход в пещеру – вход конем, да? Угу. Мы его не нашли, и нам туда не надо. Мы что, мы не спустимся так? Нет. Вертикалку сама выбыкается. Вертикалку мы не пойдем. А панорама здесь вот такая вот. Шикарный выход. Оп. Вот. Вот. Ты слышал, да, какой-то? Угу. 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 Прикольно. В чем это... Это не косуля, это олени. А-а-а. Баир нижний. Что это за травка? Кто знает? Кто-то знает, что это за травка? Она такая мягенькая. Не видно, ну, это олени. Глина из пещеры. Прям как коврик. А еще на четвердаге растут пионы. Они уже, конечно, отсвели, но вот такая вот интересная штука. С первого раза не получается. А еще, по сравнению с холодным Севастополем, здесь нереально зелена, не так как в Севастополе все выгоревшее уже в начале лета, куча цветов, клевер растет, пастушья сумочка растет, да, это же пастушья сумочка, я помню, да, в детстве ее называли, и даже, даже растет земляничка. Вот она, даже нашли немножко. Красота. Вот, кстати, куча зелени вообще, и подорожник есть, и клевер. Так, вот это эклежи. Планы на завтра. А вот такой вот шикарный закат в горах. Вот, вот и солнышко спряталось. Еще не спряталось, но скоро. Да, очень зеленый. Травки, цветочки, земляники. Мы, кстати, поели земляники. Немножечко. Я имею в виду, сейчас чай попить. Не то, что домой упал, а сейчас. Закат с видом на Крым. С Четердага. Солнышко. Вот. Вот и солнышко. А вот и зелень. А вот и озеро. А вот и Плата Мочетердаги и Экклезия Бурум. Вот оттуда мы сползли. А это пещера. Тут где-то вход. Тут вход. Тут вход. Пещера партизанская. Партизанский грот. Вот так выглядит, как грот с другой стороны. Вот этот камешек подбирает маленькое деревце. Там тоже нужно войти. Но пойти, это сказанное. Вон, по-видимому. Сползти. Ну, где-то внизу. Это внутри партизанский грот. Переверпим, Саша. Может взять камеру-келекон. Может взять камеру-келекон. Внутри оно такое беленькое-беленькое. Не блестит из-за того, что капли. О, какое интересное. Этичка. Все натекшее. Если выключить фонарь, не будет ничего. Вот. На динозавров. Чей-то патрон стрелянный. Пиро-патрон, как у меня. Белое. Не замаскиваю. А видно, какого тут цвета? Смотри. Зеленый, сиреневый. Да, да, да. Это что? Здесь вот. Разных цветов даже. Так себе, конечно, спуск. Ну, на кофе прокатиться можно. Вот и стенка белоснежная, просто белоснежная и с короплением мировых цветов. Вот одно старое. Теперь я поделюсь. Зеленый. Ну, приложение хорошее. Вот так и. Время. Ну-то, пускай. Попробую. Справа вялась. Справа. Так. Поехали. Я кума. Ура. С справа. Поехали. Поехали. Это все. Ура. Ремень. Поехали. Поехали. Слышишь, как стульчат? Угу. Саша уже на чём-то играет. Интересный музыкальный инструмент. Прикольно. Так, ты пошлишь с листью. Да. Вон, я как капли отсвечивают. Да. Но оно не получается так материально. Беленькое, без людей, чистенькое. Вот это нормально. Ой, я тоже не буду трогать. Вот наш музыкальный инструмент. В партизанском городе. Вот. и светятся вообще так. Красота. Ну, к сожалению, николай, вот видно, вот они. Какая стена мощная, метр четыре, наверное. Вот, не замазали. Я не знаю, как мы это видим, тут очень блестят капель. А там уже выход. Ага, такой выход. А здесь укрепляем. Я ж на руку, наверное. Ритка. Маленькая пещера. Посвети сюда, тут зеленая, смотри. Ну да. Мох какой-то лишайник растет. О, класс. Зеленая, зеленая. А там глина была. Рыгже. А что зеленая? Ну, тут частично свет есть и что-то растет на нем. Водоросли. Буромалиновая. Ух ты. Водоросли. А на какой я первый раз мещере вижу. Зашли в соседний город. Тут, конечно, масштабы просто не передать. Я не знаю, как это снять. Все. Ой, какая красота. Видите? Интересно. Вот тут уже отломано. В зале, в переднем, наверное, метров десять высота потолка. И вот тут все намыто. Что там интересно выглядит? Это вот маленькая мисечка тоже. Может, я не смогу, наверное, камеру передать. Посмотрите, сколько тут цветов. Посмотрите, сколько тут цветов. Мало того, сколько цветов в этой пещере. Видимо, и глина, и все что угодно тут было. И... Тут что-то растет. Какой-то цветочек в пещере. Неожиданно. Ох ты, прикольно. Вот я стою. Сколько тут метров потолок? Я не знаю. А это вот все потолок пещеры. К сожалению, ничего не придумала для съемки. Вот только так, только с фонариком. Вспышка не берет такие объемы. О, там как черепашка какая-то. Похоже на черепашку? Голова с глазом. Ну, такое красивое. Так блестит. Но это может увидеть только человеческий голос реально. Видно, как оно блестит. Ну, там уже далеко. Какой потолок. Ну, ладно. Посвети на нем. Там еще и окно. Ага. Красивый. И блестящий. Вот это такой же был шар. Видишь? Он держится. Это уже начало отстаиваться, потому что оно тяжелее. Тысячу лет назад. Это там две тысячи лет назад отвалилось. Ну, как бы такие глобальные изменения. То есть вот эта вот крышка. Если ее вот так вот взять, то она отсюда вот встанет. А можно заглядывать под зубку? А это ксеноморф чужой. Он отсюда реально на чужого. Ага. Ага. И он тут, посмотри, глядь, сколько мошкары. Да, я там тоже видела. А вот туда я видал камень. Сколько этажный тут выход? Смысл. Ну, во сколько этажей тут потолок? Не знаю, это же и пять точно. Ну, если одна считать. Там три точно поместится. Тут даже и пять. Для верха. Ну, вообще. Нормально такие объемы. Это все пещера. О, да. Посветил сюда. Теперь правее. И туда на стену добьет фонарик. Ближе подходи. Ближе подходи и старайся дышать. От низ. Стена, конечно. Огромная. А нет, фонарик видимо не добьет. Вот. Вот сколько тут все. Эти как называются? Да блин, хрен их знает. Ну, натехи просто. Ты же видишь, такая колонна целая. Тем целая даже стена. Колонна такая в три этажа, если не в пять. Это же три точки. А еще блестит. Смотри, как блестит. Капельки блестят. Сейчас идем в лес. Все ближе к цели. Точки какие. Точки как раз в стену. Тропинка нормальная. Вот тут аклизи. Тут какое-то просто паянка. А вообще тут немерено цветов всяких, полевых. запах не передается чабрец лимонник там он даже лесочке что вышли оттуда можжевельник растет красота и запах такая свежесть когда на городе плюс 35 здесь вообще хорошо свежо свежо и куча цветочков классно ромашки были что я нашла сколько тут земляники беленькая даже есть это вот так обозначается тур это или вход пещеру или обозначается тропа или пересечения троп вот чтобы можно было ориентироваться не потеряться в горах может идти к горе вон туда километров 5 наверное мой самый необычный день рождения это лимонник букетик с лимонником а еще мне муравьи дали своей кислоты вот ножевельник а земляничка дала мне свои плоды очень вкусные вот так вот природа намного может больше чем люди думают вот такой вот ход артючкаба так что если будете на четвердаке аккуратно вот можно просто гулять 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 и метров 10 прогуляться вниз что лучше с парашютом сразу ходить он не спасет на такой высоте ну блин я сама бы не заметила сразу честно сейчас пойдем туда вот гротка артючкаба 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 а тут присутствие человека прям видно прям прям костер в руки там куча мусора да печаль не видно но в общем мусор к сожалению интересные тут вымытые вымытые ну вот так вот водой вымывается водой ветром артючкабе а туто туто а тут живут олен альминские Я тут что слышала? Не помню, что это оленинское отделение. Ну, оленя мы встретили. Озерко. Или болотце. Вот эта промашка просёт там в асфальте. Всего жизни. Курить запрещено, шуметь. На птиц не ходил. Собирать плоды нельзя. Вот так вот. Место отдыха на Альминском. Какая-то инспекционная отделение. Вон даже елочка. Такой лес необычный. Сказочный. Тут так темно, если честно. Вот так. А хотя, если выйти из леса, там солнышко пробивается. А здесь нет и тишина. Просто тишина нереальная. Класс. Как в страшной сказке. По дереву. Любые. По любому парочке. Перетлинуть между собой. До самого верха. Вот этот лес. А в лесу. Здесь вот такая вот нынчка. Это вход в пещеру. Я, правда, даже не знаю, пойдем мы туда или нет. Пойдем, просто я метки не вижу где-то. А я тут не убьюсь? Аккуратно. Вход в вологию пещеру. О-о-о. Да-а-а. И вон спит. Вон спит и забитый. Видишь? Точечки тык-тык-тык. Вот она вниз уходит. Оттуда начинается. И тут разломы. О-о-о. И он еще не упал. Да. Я слышу. Да. А не ходи. Все, не хожу. Страшно.